Всем привет! В финале девятый урок, посвященный Аудиенс Инсайдс. Тема 3. Как использовать Аудиенс Инсайдс. Из этого урока вы узнаете, как получать и анализировать статистику с помощью Аудиенс Инсайдс. Начало работы. Приступить к работе с Аудиенс Инсайдс очень просто. Вы можете открыть ее либо в своем рекламном кабинете в Адс Менеджере, либо по ссылке facebook.com ads audience инсайдс. Что нам нужно сделать? Еще раз нам предлагают фейсбук пройтись по тому пошагово, как это все работает. Мы открываем сам фейсбук аудиенс инсайдс. Выберите нужный тип аудитории в появившемся окне. Это могут быть пользователи фейсбук или люди, связанные с вашей страницей. Да, действительно. Мы сначала выбираем либо всех пользователей в фейсбук, либо если у вас группа на фейсбук, либо вы делаете рекламу от имени этой группы, вы можете выбрать пользователей, связанных с вашей страницей. Мы, допустим, выбираем всех пользователей в фейсбук. Дальше что? Дальше нам нужно создать свою аудиторию при помощи фильтров слева. Примечания в списке слева представлено более 60 категорий интересов. Во многих случаях можно уточнить размеры аудитории, выбрав дополнительные сегменты на графиках. Ну и пусть будет, у нас в прошлый раз была Россия, давайте пусть будет Москва. Москва, пусть это будут женщины в возрасте от 18 до любое. Интерес, пусть будет женская одежда. Что-то он мне не показывает. Одежда. Пусть будет детская одежда. Ладно, какая разница. Дальше что у нас здесь показано? Первое, что нужно сделать, это указать свою страну, чтобы вам было проще запомнить параметры аудитории, которую выбрали. Мы отмечаем поля синим. Второе, выбрать нужно мужчины, женщины или все, возраст. Здесь указываем интересы, которые нам нужны. Здесь мы видим минимальный размер аудитории. Вообще видим свой размер аудитории. Минимальный размер аудитории 1000 человек. Если в аудитории меньше 1000 человек, мы не сможем предоставить по ней статистику. Дальше что мы можем сделать? Можем сохранить эту аудиторию. Можем сохранить эту аудиторию. Здесь мы все указали. Вот у нас примерный размер аудитории. Вот здесь вот можно сохранить аудиторию. Можно ее назвать, как вы хотите. Потом сохранить ее. Ну, допустим, пусть это будет тест 1. Нажмем сохранить. Введите название аудитории, потом нажмите кнопку сохранить. Анализ аудитории. Ваша аудитория выделена синим, а аудитория для сравнения с серым выделена. Процентные доли пользователей определенного возраста и пола в аудитории отображаются как есть. Для большинства других характеристик мы отображаем две метрики. Фактическую процентную долю людей в аудитории, сравнение с индексом Facebook. Чтобы получить дополнительную информацию, наведите курсор на нужную характеристику, чтобы уточнить результаты. Нажмите нужную характеристику. Примечание. Инструмент audience insight ображает данные только о людях в возрасте 18 лет и старше. Вот так вот. Если мы наведем вот сюда вот женщины 35-44 составляет 38 процентов из выбранной аудитории и 32 процента из всех пользователей Facebook. Ну и мы когда нажимаем на эту аудиторию, она у нас автоматически здесь корректируется, выделяется женщины, возраст меняется и теперь у нас идет статистика только по той аудитории, на которую мы нажали. Управление аудиториями. Верхняя панель навигации позволяет создавать, открыть или сохранить аудиторию. Выберите еще, чтобы изменить настройки аудитории и сохранить ее под другим названием. Аудитории, сохраненные в audience insights, можно использовать в Ads Manager. Чтобы получить к ним доступ, нажмите сохраненное. Создание рекламы. С помощью audience insights вы можете создать рекламу, чтобы привлечь на свою страницу больше людей. Для этого можно использовать кнопку создать рекламу в любой момент после создания аудитории. То есть, когда вы уже здесь все настроили, посмотрели, чем интересуется ваша аудитория, то есть, вы видите, какие у нее интересы, какие группы им нравятся. Если вас, в принципе, все устраивает, то вы можете нажать создать объявление и вас сразу перекинет в рекламный кабинет с этой аудитории, которую вы уже здесь настроили. Вы поможете туда подгрузить креативы и сразу настроить рекламу. Повторение пройденного. Посмотрите на изображение, какое утверждение об аудитории верное. Выберите один ответ. Значит, график возраст и пол включает женщин старше 35 лет. Но видим, что здесь и другие возраста есть. Примерно 29% женщин в Техасе в возрасте от 18 до 24 лет интересуются йогой. 29% мы видим женщины есть. Видим штат Техас 18-24 и видим интерес йога. Да, значит, этот интерес у нас. Основные выводы. Audience Insights помогает анализировать аудиторию и управлять ею. С помощью этого инструмента вы можете создать рекламу, которая будет интересна вашей аудитории. Вы закончили этот урок. Не забудьте, что вы можете повторить пройденный материал. Чтобы приступить к работе, откройте Facebook.com Ads Audience Insights. Нажмите, чтобы завершить работу. И у нас этот курс. Вот все три урока мы прошли. Все. Урок мы прошли. Это был девятый урок, который называется Audience Insights. В следующий раз продолжим с новой темой. Всем спасибо, кто посмотрел до конца. Желаю всем хорошего дня и успешного продвижения. Всем пока.